студия диафильм представляет образование независимых государств в латинской америки диафильм по истории для восьмого класса первых европейцев появившихся на континенте индейцы встретили дружелюбно не ведая что пришельцы несут им грабежи насилие бесправие смерть на старинной гравюре по обычаю тех времен запечатлено сразу несколько сцен и дружественная встреча и первые столкновения с испанцами испания захватила огромные территории в южной и северной америки ее колонии делились на вице-королевство новая испания новая граната перу лаплата бразилия стала колонией португалия поскольку испанские португальские языки происходят от латинского южную америку и часть северной называют латинской америкой представлена карта колониальной америки на конец 18 века испанские завоеватели разрушили государства ацтеков в мексике инков перу величественные развалины по сей день напоминают о высокой культуре этих народов на фото развалины города крепости инков вандах индейцы должны были обрабатывать поместье колонизаторов платить тяжелую подушную подать работать в рудниках строить дороги города храмы переносить тяжести на изображении переноска судна разобранного на части в америку были привезены из африки миллионы негров рабов они подвергались жесточайшей эксплуатации на плантациях сахарного тростника кофе какао хлопка на изображении негра работающие на испанской сахарной плантации колонизаторы добивались своего мечом и крестом католическая церковь насильно насаждала христианство среди индейцев за отказ от исповеди или нарушения по 150 плетей сохранилась рукопись старого индейца из перу снабженная рисунками на изображении трудись и не ропщи урок смирения автор не был искусным художником но его рисунки выразительно рассказывают о жестокостях и несправедливостях творимых завоевателями рисунок слева заленность или строптивость рисунок справа негром рабам не лучше опорными пунктами колонизации были города сотни городов основанных в америке в то время существуют и в наши дни в городах воздвигали храмы подавлявшие мощью и великолепием многие из них выдающиеся произведения архитектуры в стиле барокко фото слева собор в лиме фото справа собор в мехико на изображении вид одного из портов начало 19 века из портов америки в испанию отправлялись суда груженные золотом серебром продуктами плантаций 300 лет продолжался грабеж колоний здесь было запрещено выращивать культуры виноград оливы и тому подобное которое возделывали в испании торговать с кем-либо кроме испании даже колониям друг с другом колониальный гнет задерживал развитие латинской америки и все же там имелись зачатки капитализма оружейные мастерские судостроительные верфи текстильные мануфактуры население колоний состояло из индейцев негров метисов мулатов креолов так называли белых родившихся в америке эти группы существуют и поныне смешиваясь раз и давали начало новым нациям достаточно пройтись по улицам мехико чтобы на лицах множество мексиканцев прочитать следы этого прошлого пишет современный ученый помещики креолы владели огромными поместьями латифундиями прекрасными домами в городах креолы уже не сознавали себя испанцами их волновали интересы америки свидетельство знаменитого путешественника гумбольта после событий 1783 года и в особенности 1789 года вспомните что это за событие здесь все чаще с гордостью произносили я не испанец я американец на изображение слева дома помещиков креолов в лиме на изображении справа современный вид улицы вкус к управляли колониями присланы из испании вице-короли америка колония и она должна приносить пользу испании так считала испанская знать испанцы не доверяли уроженцам колоний даже богатым не допускали их к власти на изображении испанский вице-король передовых людей испанской америки вдохновляли идеи просветителей книги которых власти сжигали идеи великой французской революции вооруженная борьба за независимость вспыхнула в 1810 году мы расскажем о событиях связанных с деятельностью боливара полководца публициста вождя заслужившего почетное имя освободителя он родился в венесуэле в богатой креольской семье учителем боливара был страстный поклонник руссо симон родригес он убеждал своего ученика что настало время изгнать испанцев из америки клянусь рука моя не устанет разить врага пока я не разорву цепи которыми испания опутала мою родину обещал юноша на изображении слева направо боливар в юности родригес креолы патриоты дважды провозглашали республику в венесуэля в 1811 и 1813 году но они ничего не сделали для негров безземельных пастухов льянера которых испанцы обманным путем привлекли на свою сторону революция была потоплена в крови боливар покинул родину на изображении боливар в одном из сражений искусство побеждать учится на поражениях повторял боливар и вернувшись в венесуэлу обещал освободить рабов дать землю льянера на созванном им конгрессе в городе ангастуре он обратился к депутатам я молю вас подтвердить объявленную мной свободу рабам как если бы молил о своей собственной жизни боливар мечтал освободить всю южную америку у него возник дерзкий план пройти с армией из ангастуры через затопленные льяносы преодолеть анды и обрушиться на испанцев в новой гранаде ныне колумбия где они не ожидали удара армия боливара в 1819 году состояла из трех с половиной тысячи босых оборванных солдат негров льянера волонтеров из европы был период дождей степные реки разлились в озера земля превратилась в вязкое болото бойцы шли то по колено то по пояс в воде для перехода через анды полководец избрал самый трудный перевал испанцы не охраняли его считая непроходимым анды достигают здесь высоты 4000 метров солдаты жители равнин со страхом взирали на горные круче а кому-то из них еще придется воевать в перу где заснеженные вершины вздымаются выше шести с половиной тысячи метров путь преграждали обвалы повозки вышли из строя дул ледяной ветер дождь сменялся снегом вандах говорили ночь в горах превращает человека в кусок льда падая от усталости закоченевшие люди с трудом поддерживали костры на коротких привалах чем выше тем тяжелее одни обессилев отставали других косила горная болезнь вызванная недостатком кислорода на высоте с горечью боливар склонил голову еще перед одной жертвой мучительного пути кто этот человек пастух из льеносов земледелец бедняк белый метис начался спуск к боливару примкнули партизаны новые гранаты решительный бой произошел у речки бояки художник самоучка тех дней изобразил битву прямоугольники испанских войск рассыпной строй атакующих патриотов вот мост через бояку здесь решалась судьба новые гранаты патриоты обрушились на испанцев сражались молча не прибегая к огнестрельному оружию испанцы не выдержали натиска половина их полегла половина сдалась в плен приветствуемый народом боливар вступил в богату столицу новой гранады по его предложению была создана республика великая колумбия в нее вошли венесуэла новая гранада колумбия эквадор боливары избрали ее президентом столица венесуэлы каракас еще оставался в руках испанцев здесь произошло крупное сражение боливар умело руководил боем отбив атаки испанцев он бросил против них конец ульянера наши казаки называл их боливар они своими копьями опрокинули выдохшегося врага на изображении солдаты великой колумбии флотилия патриотов разбила военные суда испанцев были взяты прибрежные крепости венесуэла освобождена на изображении корабли с трехцветным знаменем великой колумбии штурмуют испанский форт на юге континента независимость провозгласила ла плата в 1816 году ставшая республикой аргентиной одну из ее армий возглавил сан-мартин офицер с 15 лет суровый немногословный он был целиком предан идее независимости со знаменем в руках изобразила сан-мартина его дочь художница два года тщательно готовил он поход в чили его армия была хорошо вооружена и обмундирована сан-мартин преодолел анды и в двух жестоких битвах разбил колонизаторов вот он со своим штабом наблюдает за тем как завязывается бой самой богатой и густонаселенной испанской колонией была перу здесь находилась хорошо вооруженная двадцатитысячная армия испанцев чтобы одолеть ее надо было объединить силы патриотов боливар и сан-мартин встретились в гуаякеля эквадор но согласия не достигли тогда сан-мартин чтобы не возбуждать распри подал в отставку его поступок оценивают как самоотречение во имя родины боливар же проделал еще много тяжелых походов пока в 1824 году в горных областях перу у местечка айкуча его сподвижники не разгромили испанскую армию в 1826 году пал последний оплот испанцев крепость колья на берегу тихого океана так выглядит ныне местность где кипела когда-то яростная битва завершившая войну латинской америки за независимость поражает энергия боливара дни недели месяцы почти без передышек в боях и походах подсчитано он проделал пешком на коне или на муле на судах путь в 90 тысяч километров то есть как бы два раза обогнул земной шар пройдя больше чем ганнибал юлий цезарь александр македонский и наполеон вместе взятые боливар запретил принудительный труд индейцев стремился наделить их землей напоминал сколь многим обязана им америка художник тех дней простодушно отобразил мысль об отношении боливара к индейцам картина названа боливар и индейская америка ее символизирует женщина с головным убором из перьев но власть в республиках оказалась в руках креольской знати боливар отдавший борьбе все что имел и ставший нищим с горечью наблюдал как обогащались генералы и торгаши захватывая или приобретая поместье испанцев его декреты об освобождении рабов и наделение индейцев землей не были выполнены мысли его были печально и тревожно как прекратить распри между партиями кликами чистолюбивыми генералами борющимися за власть и богатство боливар не смог предотвратить распада великой колумбии от нее отделилась венесуэла затем эквадор он опасался что сша прикрываясь именем свободы принесут новые беды народам латинской америки независимость это единственное благо которого мы добились за счет всех остальных боливар отказался от власти чахотка подтачивала его силы неожиданно состарившийся изможденный он ненадолго нашел пристанище в чужом поместье прослышав о его болезни к боливару поспешили некоторые из бывших солдат и офицеров его армия в 1830 году едва достигнув 47 лет освободитель умер позднее останки вождя революции были перенесены в каракас и захоронены в пантеоне героев войны за независимость в результате буржуазных революций в латинской америке на месте колоний возникло полтора десятка республик бразилия добилась независимости но еще долго оставалось монархией были уничтожены помехи развитию капитализма создаваемые испанией но революции остались незавершенными помещики креолы расширили свои латифундии сохранилась полуфеодальная эксплуатация индейцев рабство негров отменялось на протяжении десятилетий представлена карта латинской америки на 1870 год молодые государства оказались в зависимости от англии а с конца 19 века от сша сша прикрываясь именем свободы поддерживают диктаторов горилл ведут необъявленные войны против народов ставших на путь социального обновления вспомните о событиях в чили никарагуа гренаде сальвадоре на изображении слева террор в чили художник урутия куба на изображении справа солдаты сша на гренаде еще в конце 19 века великий кубинец хосе марти писал о необходимости второй войны за независимость имея в виду освобождение кубы и мексики от засилия сша боливару предстоит еще немало сделать в америке хосе марти художник суарес куба латинская америка любит слово надежда нам нравится когда нас называют континентом надежды пабло неруда надежда передовых людей латинской америки связаны с борьбой ее народов против диктаторских режимов против империализма сша за глубокие социальные перемены примером которых стала куба и в этой борьбе их по сей день вдохновляет образ освободителя говорившего люди становятся красивыми когда сражаются за свободу своей родины бюст боливара работы пьетро тенирани к сведению учителя помимо вопросов и заданий учебника после просмотра диафильма можно предложить следующие задания первое составьте устную характеристику боливара как политического деятеля второе расскажите о славном походе 1819 года третье боливара иногда сравнивали с наполеоном как вы думаете в чем их глубокое различие конец диафильм создан по программе утвержденный министерством просвещения ссср автор завадья консультант доктор исторических наук профессор дементьев художник-оформитель булатова редактор чернина студия диафильм госкино ссср 1985 год озвучено платным голосовым движком алена для канала маркс был прав